я уже больше не собирался высказываться по поводу статуи на болотной набережной потому что я становлюсь каким-то пиарщиком этого произведения но тут ксения собчак вскочила на подножку трамвая и на ночь глядя разродилась постом в котором рассказала что мы все лохи ненасмотренные широкие народные массы ничего не понимаем современном искусстве потому что вот мы такие отсталые любим салат оливье голубой огонек анекдоты протещу и французские замки в русской деревне тут я понял это про меня ну про замок во французской деревне это я чуть позже скажу ребят ну я люблю современное искусство вы не понимаете искусствоведы ксения собчак и же с ними защитники и поборники монумента который никто сносить не собирается московские власти прекрасно чувствуют с этим говном на болотной набережной чего защищать то от нас от широких народных масс которым не понравилось мы же ничего сделать не можем я хотел бы вам сказать современное искусство существует и я его не отрицаю более того я его люблю я не привык хвастаться объектами из своей коллекции но сегодня придется а что делать как вам еще объяснить что такое красивое современное искусство вот например рядом со мной стоит бюст посмотрите фантастическая работа современного австрийского художника ханса гигера ну если вы так любите броски имена и так доверяете западу то я скажу что это выдающийся художник признанный на западе к сожалению вы уже с нами нет и вот это его работа сделаны его руками фантастический совершенно бюст ханс гигер это график скульптор который создал для ридли скотта вселенную чужого классный современный ни на кого не похожи мрачные со своей неповторимой вселенной со своим мирозданием художник ханс гигер талант талант но не ханса гигера ставят у нас на площади у нас ставят курса фишера чувствуете фамилии похожие западное признание все есть но почему-то ставят не выдающегося графика посмотрите какая работа не скульптора от бога нам ставят вот этого товарища пойдемте пройдемте по саду пока я иду к другим произведениям современного искусства небольшой экскурс мой посыл еще был связан с тем что я за отечественного производителя еще раз говорю у нас есть много хороших современных скульпторов которые недооценены вот в частности пару лет назад я попросил своего друга выдающегося скульптора современного нами с вам нами с вам современного нам андрея наличи воплотить свою мечту у себя на участке почему у меня на участке я с удовольствием бы воплотил его мечту где-нибудь в городе но к сожалению город конкретно эту задумку андрея наличи не принял и не поставил эту скульптуру это было еще лет 20 назад он 20 лет безуспешно пытался поставить это классное произведение на площади москвы на каких на каких-нибудь и площадях или открытых площадках в нашем городе не удалось поэтому я предложил это сделать хотя бы нам у меня на участке потому что мне очень нравится задумка он переосмыслил георгия победоносца классная идея потрясающая скульптура вы понимаете в современном материале кубистическое решение сталь все сверкает красиво а это и эстетично и классная задумка ироничная немного да уж там георгий победоносец такой небольшой и он сражается со змеем практически обреченный эта скульптура нашла место у меня в саду ну хорошо ну хотя бы у меня в саду будут ею любоваться интересная задумка которую я воплотил у себя потому что ее не удалось воплотить создателю там где она бы нашла достойное место сейчас я вам ну вот он там летит в воздухе георгий сейчас я вам поближе покажу вот посмотрите современные материалы сталь интересная задумка потрясающая пластика вот этого змея созданная на одном из наших цеховых производств металлических да потому что закрутить вот эту пластику эту динамику было достаточно сложно в таком материале как сталь кубистический георгий фантастическая вещь семиметровая классная она весит почти полторы тонны но при этом легкая сверкает на солнце вы посмотрите какая красота как это необычно смотрится причем в любое время дня ночи открываются какие-то совершенно другие перспективы на другой взгляд на это можно смотреть хоть бесконечно это может нравиться понимаете подойду к еще одной замечательной ироничной работе современного скульптора уже итальянского эдриана транквили он переосмысляет классику через героев комиксов это классно необычно он делает бэтменов человеков-пауков вполне в себе в таких античных статических позах иронизируя в том числе над классикой здорово классно и и может быть в парке в саду ну в частном владении вот такой вот бэтмен стоит посмотрите приглашает в современное искусство все это я говорю к чему понимаете понимаете и катя рождественская и андрон кончаловский ну это те у кого я знаю кто высказался негативно о произведении искусства урса фишера это явно те люди которые много чего в своей жизни видели сложно их обвинять в ненасмотренности как раз мне кажется из-за того что мы многое видели многое знаем мы позволяем себе высказать публично мнение об этом произведении искусство может быть современным античным каким угодно но искусство которое стоит посреди большого старого города в центре столицы это должно быть талантливое искусство оно должно быть талантливое я вам говорю что это произведение бездарное вот и все дело не в том на что оно похоже оно не талантливое и . и в современном мире где есть столько всего прекрасного выбран почему-то вот этот художник теперь по поводу того что вот у меня дом на замок похож слушайте я вместе кстати тоже с нашими отечественными архитекторами дизайнерами анатолием голевым и верой горлициной поставил вот этот вот дом виде замка он очень хорошо встал на местности вам любой архитектор скажет что здесь он классно смотрится это такая правильная доминанта но более того здесь в 19 веке стоял тоже замок тоже в стиле романской готики и семья льва николаевича толстого которая владела этой деревне подражая тогда французской готики поставил здесь замок я про это не знал но им пришла тоже такая идея в голову именно потому что здесь такой ландшафт и в свое время фёкла толстая прапра внучка льва николаевича мне показал рисунок своего деда принадлежавший ее деду рисунок кем-то сделанный в девятнадцатом веке где изображен этот замок это усадьба которая здесь была фундамент в 100 метрах от фундамента моего дома деревья которые здесь это парковые насаждения которые когда-то были посажены толстыми в stories я прикреплю фото этого рисунка чтобы вы понимали что здесь тоже был замок в какой-то степени это историческая справедливость но это дело не в этом это же мой участок я делаю на своем участке то что я хочу строить такой дом как мне хочется и уж точно он не портит местность никоим образом что касается оливье голубых огоньков но оливье классный салат он вкусный его здорово есть на новый год чего уж нас попрекать тем что мы любим оливье ну кто-то любит лангустинов но там где они легко вылавливаются наверное уместен уместнее есть их нам хочется оливье и голубой огонек шоу живу вспоминать ну такой устаревший формат телевизионный какая связь никакой всем привет